так отлично я благодарю тебя сами пойдем слушать и мне покажешь метку где могут встретиться и да конечно rip stream там опять что-то с это с твичом ну да на накраденное дело в том что сегодня я вызывал такси и я живу в мотеле но постоянно меняю место жительства вот а в общем я буду сушить ну куда куда я сделал вызов такси приехал один из северян вот поэтому я решил что лучше уехать на другой машине тебе кстати есть что-нибудь попить это у меня в горле пересла конечно сейчас безалкогольная тебя интересует да конечно минералки у меня карманы большие да спасибо в общем вот это место я там проезжал после того как мы должны были с робертом и ну туда приехать в общем там такая ситуация произошла долго опять же рассказывать но я не приехал навстречу потому что испугался вот и вообще ты там был да когда ты ну я туда приехал уже после того как роберт уехал в общем другое место я проехал мимо этого перекрестка и там рядом находится небольшая ферма или какой-то домик фермерский или амбар просто с другой стороны какой-то жилой дом ты его заметишь может быть там сейчас живет ковард я не уверен отлично спасибо тебе еще раз самым все тогда до связи пиши любым мелочам значит мне и как только тебе нужна какая-то поддержка тоже обращайся я все устроен да хорошо держись что-то с твичом опять потому что это не у меня проблемы были что там стрим заработал это все нормально что-то твич приложение зависла вот собственно этот афроамериканец который хочет что-то сделать с робертом он пригодится я куплю я как раз еду покупать тампу на только деньги взять мне на самом деле надо еще в полицейский участок заехать вообще много чего надо сделать я просто обещал еще чувака на работу устроить как обещал я по крайней мере говорил что я попытаюсь разобраться с этим на самом деле сейчас на севере очень сильная банда и мало кто может ей что-то противопоставить я думаю это будет интересно если еще люди по интересам объединяться против них потому что они могут начать вообще лютый беспредел творить так что это все неплохо что есть люди я просто думал что ни у кого нет никаких вопросов к этим самым северянам да еще проблема в том что появились видимо но я как вот вчера стрим бабаму смотрел после того как рпшит закончил увидел что у них там тусят два байкера ну точнее один байкер но там еще проскальзывало имя второго в их диалоге судя по всему байкеры новые тоже не особо имеют вопросы к реднакам ща поедим ща попьем все будет ни хер на ты так а есть у меня нечего над кстати заюзать забываю уже ингаляторы используем ошибка ошибка типа Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я надеялся, даже когда еще мы с Робертом всякой фигней занимались, я надеялся, что появятся именно новые байкеры и начнут палки в колеса ставить редноком, чтобы было как бы с чем работать. А то у них монополия на все будет. Привет, Джин. Здарова! А как дела у тебя? А что там? Да нормально все. Катался сейчас, разбирался с головными болями. Да, в общем, я хотел, чтобы ты на север за мной заехал, а на вызов таксист такси приехал Роберт. Я пытался как бы спрятаться там, на этой, в отеле, но не получилось. Ну, я не знаю, что он хотел от меня. В общем, он подъехал, задал какие-то два вопроса и уехал. У него просто еще голова болела. Ну, вот у меня тоже башка разболелась. Я еду в машине, блядь, прикрыл глаза, открываю уже, блядь, типа, стою на улице, я такой, ни хера себе. Мда. Может, уснул, блядь, или что-то такое. В общем, я сейчас с одним человеком встречался. Знаешь такого мелок, темнокожий. А, мелок, ну, он наш ушек. Ну, и что можешь о нем сказать? Блин, если не ошибаюсь, это Дукалис, это такой, ну, криминальный такой человек. Ну, он больше, блин, прям в целом я тебя, наверное, не смогу, блин, нормально что-то описать. Он разок пытался грабануть меня. Ну, и у него вот что-то там пошло не по плану. Дружки у него были еще. Дружками разобрались потом, его мы найти не могли. Сейчас он вроде как в Юникорне работает. Ну, нормально, наверное, парень, если тебе надо что-то для разборок. Ну, он на самом деле, он сам хочет что-то там разобраться с... Ну, это Шниггер, они с роднаками постоянно, блин, какую-то херню творят. Да. Вот, в общем, он там много вопросов насчет них задавал. Угу. Я просто хотел у тебя узнать, можно ему доверять или нет. И как ты относишься к нему сам. Да. Ну, лишней информации, я думаю, ему сливать не стоит. Это место как не. Типа, все что у тебя в голове, я держу тебя в голове. А так, помочь, я думаю, можно захватить народ. Вот. Я белобрысу с собой потянул, малявку. Ну, ты видел, может, её когда с макробом вся эта тусня была? Нет, не помню. Ну, девчонка на мотоцикле так ехала. Белобрысая. С татуировками по всему телу? Блин, ну, да, да, но она малая такая. Да, я её видел возле бара. Вот когда ещё общался с ними, с родниками. Мы когда макробу потеряли, поехали искать, она со мной поехала. Пулю потом ещё поймала. Так что в ней я уверен. Нет, и хорошо. Может быть мы с ней тоже пообщаемся на всякий случай. Могу написать ей или номер ей дать. Ну, номер мне её, наверное, не особо нужен. На данный момент. Ты, кстати, не писал Еве? А у меня номера ехать нету, она, кстати, в больнице сейчас. А, давай тогда съездим туда. Погнали, чё? Я на своей. А, арендованная или чё? Эээ, нет, это не совсем. Стой, 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 стой. Мне кажется, или это арендованная в городе машина? Эээ, мне пришлось. Ты локоть не ушиб, Саймон? Ну, сам понимаешь, я пытался уехать от Роберта. Я понял, понял. Ну, давай в больнице встретимся тогда. Да, ладно. Да, ладно. Блин, покупать, не покупать. Вообще, сейчас деньги нужны. Бля, просто солью сейчас шесть тысяч. Ладно, хер с ним. Куплю. Бля, еще раз, давайте начнем зrosi Reform. Бля, еще раз, не пропрашивайте. конечно, не очень. Ее заносят. Кстати, хорошо, что я в свое время общался с Джоном, там, со всеми вот этими еще чуваками. Как общался? Не очень, конечно, общался. Но, тем не менее. Сейчас, если бы я как бы не знал никого из них, у меня вообще были большие проблемы. Че-то как-то парковка выглядит весело очень. Эм, да. Видимо, что-то случилось. Ну, блин, да. И все. Если уж он, машина стоит, типа, служебная, прямо у входа. Тот человек, с которым я сейчас говорил, он, кстати, тоже ищет макроба. Он говорит, что с ним хорошо общался и не понимает, куда он пропал, и в больницу вроде как он не поступал. Ну, он... Это попозже я тебе расскажу. Сейчас что-то, наверное, надо понять, что тут происходит. Ну, странно. Ну, вроде пусто. Наверное, на третьем этаже. Интересно, а можно подняться? Наверное. Я поднимался как-то раз. Давай поднимусь. Шпрот, привет. Канал Бенни. Ой. Блин. Что-то на АМ. Я уже не помню. Кто-то должен помнить из зрителей. Нет, не из Сыкунова, да? На третий этаж? Да. Чё-то... Не, блин, уже не помню ни хрена. Но я понял, аккаунты. А, вон, да, там. Народ какой-то. А, может быть, там встреча как-то? А, будет. Еву я там не вижу. Ой. Чёрт. Наверное, если Евы тут нет, то нам надо сваливать. Давай узнаем, что там происходит. А, хера ты любозначен. А, там полиция. Нет, дольше не стоит. Ага. Какие б***ьи лифты. Ненпасс, ты не помнишь? Какой... Охерительный. Нику бы и не был. Очень интересно. А, стоп, он у меня вроде... Я ему писал в Дискорде как-то раз. Ещё посмотрю. Блин. Эм, господа, чем могу помочь? Эта, а Ева тут... Нет, Ева, к сожалению, не здесь. Она уже закончила смену буквально час назад. Даже час, где-то 37 минут назад. А когда она будет завтра? Во сколько? По невозможно, завтра. По невозможно, смена начнётся у неё либо с 18, либо с 19. Спасибо. Что вы делали на третьем этаже? Ева и Шкаля. У неё там кабинет. Да, так точно. Там кабинет ещё никуда. Да, там кабинет врача. Не, блин, сейчас даже в переписках сложно кого-то найти. У него может ещё и ник поменялся. Сэр, я хочу сказать, что лабораторию мы недавно перенесли на первый этаж. Так что там на первом этаже, точнее, сейчас нету особо ничего ценного. В том плане, что там сейчас только есть у нас конференц-клуб, зал и... Я помню, что-то мы с ним насчёт РП обсуждали, но... Лаборатория у нас сейчас находится в первой операционной. Это связано с тем, что был большой наплыв пациентов, которым нужно было, так сказать, биохимический анализ крови. Да, да, что-то камелот у него. Мы, манагурщиков, пускали всё вниз, пускали сюда, переносили временно. Просто, знаете, много людей нужно было сделать справки, а для справок нужно, кроме осмотра и психотерапевта, ещё требуется... Там ещё цифры вроде какие-то в Нике были. Ладно, тогда я тебе внёсит вопрос. Да, да, да. Наверное, стоит вернуть. Господа, да. До свидания. До свидания, да. На всё, не должно. Хера он на уши подсел. Что-то тут полиции много. Да, подожди секунду. Ну, а вопрос какой-то, ты же сам слышал. Окей. Камелот, да. Попробуй вбить камелот в поиске твича. Может быть, найдёшь. Ого, стрелы какие-то. Так. Блин, они на третий этаж опять ушли, ладно. Чё здесь такие просадки фпс бьютые. Не понял. ДРП нормально вроде как идёт. Потихоньку. Чё-то это стреляет кто-то. Да, я слышал. Гомиш, привет. А, блядь. Блин, а чудак просел фпс. Это, по поводу макро, это шнеггер, ниггер и всё такое. С ними тёрки были, как-то мак ещё в байкерском клубе тусил. То есть, они не были друзьями? Ну, как друзья, ну, деловые отношения, в общем, он очень хорошо, так сказать, тихвёл. То, что у него сейчас нету, это большая потеря для всех. Так, ладно, сейчас с белопрыгкой встретимся. Сейчас напряжённо, всё, в РП. Много проблем. Между персонажами. Блин. Чё, опять сигнал? Техниколор, привет. Куда поедем? Блин, она написала, что где-то напротив больницы встала. Я пока понять не могу. Ща. Ты поехали, говоришь? Имеясь предположение. Нет, Ева, Ева завтра и то появится. Это белобрысая. Ты говоришь, поговори с ней. Ща поговоришь. Куда поедем? Белобрысая. Ща с белобрысой поговорим. У него вроде камелот 88 был. Ведь такой они их, по-моему. Или... Что-то такое. Там были какие-то цифры. И перед камелот тоже что-то было. Посмотри, кстати, у меня в подписках я вроде фоллоу на него делал. И вон Гомеш даже в Дискорд его скинул. Баба. Погоди. Вон она, вон она едет. Аллилуйя. Давай, блядь, показывай, куда там, где ты стоял и поехали туда. Саймон, давай за ней. Саймон. Самое удобное место для разговора. Добрый вечер, Мэн. Привет. Короче, это Малявка, Белобрысая или Джо, как тебе удобно. Ну, ладно. Джо, я Саймон. Может быть, мы выберем какое-нибудь другое место. Здесь не очень подходящая атмосфера. К тому же, там целая куча полицейских. Ну, есть варианты, поехали. Тот не заезжает обычно никто. Ну, хочу глубже где-то уезжать. Я даже не знаю, можно поговорить на пирсе, пока темно. Там мало людей. Ну, погнали на пирсе, где? Я тогда с Настей пока съезжу, потом приеду. Да, надо. Где будет письма? На пирсе? Ну, где-нибудь на парковке. На пирсе, это который... А, ясно. Ясно. Зачем мне с ним на пирсе ехать? Можно было бы, кстати, в мастерской вообще. Ой-ой-ой. Так. Это рэк, да? Меня задолбал этот пирс, но я не знаю больше нормальных мест в городе, таких людных и не вызывающих подозрений. По идее, Рэй является байкером. И, скорее всего, городским. Но что-то она, видимо, не в союзниках с теми другими байкерами. Я хрен знает, как это все сложно вообще стало. Походу, две группировки байкеров теперь. Или она уже не в байкерах. Или те байкеры не совсем... Как бы... Те, за кого себя выдают. Ну, нет. Скорее, как бы сказать-то. Какие-нибудь подставные. Блин, я опять зеленый свет просрал. Возможно, они что-то с редноками хотят мутить против них. Мало ли. Площадь кубов слишком близка к полицейскому участку. Здесь есть еще один парк. Неплохой. В нем тоже можно встречи проводить. Но я не помню, где он находится. На кладбище тоже можно. Там людей мало. Светая, Саша, привет. Пирог под ребро я видел. На клипе. Не, ну, как бы... Если бы я хотел втереться в доверие, я бы точно так же сделал, собственно. Вел себя максимально неадекватно, чтобы никто не подумал, что я представляю угрозу для них. Я не думаю, что байкеры разделены как-то между собой. Блин, знаю. Раньше они точно никак не делились на городских и северных. Тем более, у северных байкеров нету клуба. Ну, у них есть вот этот... Трейлерный парк, но он никак не обозначен, и с ним нельзя взаимодействовать. Трейлерный парк, но он не обозначен. Вот так. Вот так. Понял. Тогда вопросов нет. Раньше просто там ПРП была база у байкеров. И то во время войны группировок. Вот. А все остальные как бы... Ну, все свое время. Они по большому счету тусили в городском баре. Ну, тогда уже интересно. А кто тогда состоит в городской группировке байкеров? Только вот это белобрысое. Это немного маловато. Ага. 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 Я не знаю, может быть... надо куда-то отойти, может быть, вон туда. Чтобы здесь на виду всех не ставить. Ага. 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 да в общем мы посрались с Райаном а потом еще и с Робертом там сложная история что тут люди ходят да я понял я помню как у вас возник какой то конфликт на парковке возле бара да это уже было после первого конфликта и в общем лучше не становится я понимаю но с этими людьми если конфликт возник то вряд ли получится его как то решить ну я уж поняла секунду блять да я извиняюсь что ж во всех прошу прощения дайди подальше извините пожалуйста я случайно нервнич такой чё нервничаешь так да все нормально извините блин сейчас я отправлю метку Джону да 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 возможно мне потребуется чьи это поддержка честно говоря я не знаю с какой целью мы сейчас здесь с вами находимся потому что джон вас позвал ну и джон сашей план есть посмотрим да сейчас он подъедет мне к страшной парковки было менее люблю то есть здесь недавно разговаривал с одним человеком может быть он вам знаком мелок или мелок его зовут темнокожий такой виталий витальевич привет да и в кепке до 4 такое слушайте давайте отойдем как проходной двор какой-то да в общем мы с ним поговорили у него тоже есть какие-то вопросы даже более серьезные чем у меня как я понял только я знаю родные кита не собой любят нигров ну да колесо даже вопрос вообще всех городских если честно вот так что эти погнали они севера и вообще там делать что у меня скажу тоже серьезные вопросы да я понял в общем знаете надо как-то это решать и я пока не знаю как это решить максимально мирно потому что эти люди не хотят идти на контакт посмотрим где упадет на что вы готовы предпринять мы как старшист ты так сделаем в этом плане просто надо понятно через чем хочет потом мы поймут то можно сделать не первый раз да в общем у них довольно много союзников и большинство из них сумасшедшие или пьяницы или ну мягко говоря неадекватные люди да это уже заметил так что так что не думаю что мы сможем решить это мирным путем хотя мне очень хочется это сделать максимально мирно я так понимаю у вас тоже есть свой круг общения на или нет я не тогда в городе урок общения довольно узкие самом деле на кого из рыноков вы знаете а ну правильно потом как зовут это уже сказала толстяк и еще а розыгард кто третий хорошо помимо них там есть еще говард и джонни но джонни вроде бы более-менее адекватный по крайней мере он психолог а вот гордо он бывший полицейский даже шериф который съехал с катушек и теперь представляет большую угрозу для общества поэтому ради фамилия говард браун говард браун да я не знакома с ним лично но заочно скажу так знакома он числился у нас списка байкеров ну когда я приехал он по крайней там был да он был в байке его ни разу не видела по моему он даже сейчас думает что является байкером не знаю потому что я видел его вчера на байке хотя не на таком как у вас но в любом случае он сумасшедший если вы хотите как-то с ним пообщаться и не советую максимум что можно делать это избегать его добавлять все равно придется я судя по своим слухам которые я слышал валить и вметь его надо из байкеров очень чем быстрее тем лучше ну да это уже ваша ваш вопрос как-то ну да да тут то и ни по чем вы не так понимаю в байкерах состоите ну да и кто помимо вас там еще есть ну на севере трое ну и еще от морд джон тоже байкер но он по крайней мере с нами за классно старшего остался пока куда-то все стены свалили а кто эти трубочки да хер знает то есть они не ваши друзья я одного из них видела я приезжал кстати вот вот когда вы видели на парковке пересрались опять с очередными редаками вы как раз проезжала посмотреть спросить еще как его есть видели они видели может эти байкер то я поняла они тоже не особо так любит кто кого я не понял кто кого не любит родники байкеров северных хорошо на вы имеете как какой-нибудь связь с кем-нибудь из них ну чтобы поговорить там если бы мило я бы не катался каждый день пытаясь найти ну ладно куда пропал джон во всяком случае я хочу просто узнать для себя одну очень важную информацию на трейдников и постараться как-то решить один вопрос связанный с этим говорит скоро будет да он пишет что едет в поле т.б. видимо он еще не скоро будет может быть тогда нам отъехать лучше куда-нибудь севернее к ним на встречу не так а у задней к вы где встретиться хотели куда он говорил с и ты чё как-то пока еще мы не обговорили этот вопрос я не думаю что нам удастся с ними встретиться дело в том что во первых нам нужно найти говарда а во вторых мне нужно встретиться с робертом но пока он не отвечает говард представляет очень большую опасность для всех всех к тому же он находится в розыске и я думаю что будет неплохо если мы сможем его засадить за решетку да да было бы здорово так если мы едем на север надо пойти куда чтобы давайте просто на побережье куда-нибудь на западное побережье там есть бары или какие-то магазины там где прокат вода скутеров нет чуть выше к примеру на пристань которая есть на западном побережье она чуть выше наверно да там где магазин понятно да пошли туда чаймот город пошу наверно а я потом просто цену непонятно оптим я тачку хотел еще протюнить блин нужно еще поездить купить ну ладно там магазин в магазине там куплю о господи так ну набирается количество определенные людей с одинаковыми интересами так скажем так что неплохо тот маммелок или мелок он говорил что хочет их посадить типа на счетчик ну в общем деньги с них как бы сдирать с их бизнеса я не знаю каким образом он это хочет сделать но это тоже интересная идея там по кстати неплохо на самом деле у роберта фирма она разваливается судя по всему потому что я два раза заезжал смотрел какой у них обороты там ноль просто просто ноль максимум как они ее могут использовать это отмывать грязные деньги к примеру если они у них есть скорее всего там нет сейчас никаких работяг кроме как тех что работают вышибалами или еще кем-то часики тикают счетчик тикает все вообще плохо у вас так надо поесть купить то есть есть Мэм, это ваши машины? Блин, какие дорогие кебабы. Так я знаю, что вы, типа я между прочим замечал то, что у вас оборот слишком большой, ну то есть даже когда никого не было из работяг, у вас там был оборот постоянно какой-то. Я обращал на это внимание. Я же знаю, что Райан занимается наркотой. Я по РП это знаю. Так. Сейчас они подъедут. Да, я знаю. Нет, нет, укинула. А чем вы занимаетесь, Мэм? Да, так. Какая работа есть, такое используя? Ясно. Ясно. Привет, Джон. Почему ты один? Я не один. Типа. Не, ну хочешь я позову сюда, Настя? Я думал у вас какие-нибудь идеи. Да, зато. Она вон за рулем сидит. Хорошо. Да, в принципе, я понял, что у Джо тоже есть какие-то вопросы. Открытные. Просто нам нужно понять, сколько у нас есть людей, которые имеют один и тот же интерес. Ну, считай, ниггеров, типа, если они, там, это, готовы поручиться, ну вот тогда они, потом вот, ну и еще два, получается. Три-три минимум, короче. Если ты четыре, это, считай тех, кого я знаю. Если у тебя есть еще какие-то там резервы, то можешь присчитывать их. А так, по сути, можно подумать, где хер у вас, кого это может позвать вообще. Да, ну есть человек, но я сомневаюсь, что его нужно втягивать в это все. Я с ним по другим вопросам поговорю. Ну вот. Ну что, думаешь, мало будет, типа, хотя бы сколько там? Ну, ниггера, они по одному точно уж не ходят. Ну сколько их? Два, двое, трое, минимум. Типа, типа, так что у отца от этого можно отталкиваться. То есть, либо нас пятеро, либо нас четверо. Да, да, да. Ну, мне Мелок сказал, что... Основная цель для него это Говард. И я, в принципе, с ним согласен, он хочет... Не знаю, что он хочет с ним конкретно сделать, но... Он сказал, что хочет поиметь с этих людей какие-то деньги. Ну, блин, чё бы там имя недвижимо... Меня не касается вообще там, чё там... Не, чё с чем. Говард, блин, давно уже заслуживает того, чтобы с ним там поквитались. Кроберт, блин, отдельные вопросы по поводу тебя там возникают. В связи с макробом тоже к Роберту стоит обратиться там. Ещё, блин, там вообще много вопросов. Да, там ещё байкерская туса какая-то. С них ещё можно там поспрашивать. В общем, там много с кем надо, блин, порешать. Так что... Ну, в целом, пока, типа, моя идея это идти, блин, тебя поддержать. Так что... Свои личные вопросы я потом уложу. Да, да, да. Я тогда даже не знаю, с кого... Кого лучше... Из них брать. Самая лёгкая мишень это... Наверное, их таксисты. Точнее... Их... А, на этой спицке? Да, в спицовке. Да, в спицовке. Порок раз его в ластах видел. Ну, он постоянно ездит туда-сюда в городе, потому что он работает таксистом. И... Я думаю, если... Поговорить с ним, то можно уже выйти на всех остальных. А, просто тебе спасибо? А что мы... Да, просто позвоните и всё. Мой номер там не знают? Скажу там, не знаю, какая-нибудь... Ну, я могу, конечно, позвонить Роберту и предложить ему ещё одну встречу. Ага. Но я не знаю, чем это обернётся... Ну, если вы... Всё равно надо бы с ней встречаться. По-любому. Ну, это да, только... Я не хочу, чтобы это всё закончилось кровопролитие. Ты уверен, что ты не хочешь этого? Ну, во всяком случае, я не хочу встречаться целой группы людей с другой группой людей. Можешь делать засаду? Можешь делать засаду? Можешь без проблем? Ну... Их слишком много. Да. К тому же, я знаю, что они сотрудничают с одним из полицейских на севере. Он живёт у них на севере. Да с Кингом они сотрудничают, блин. Которого всё ещё не посадили. Да. И... Я знаю, что они хотели его пробить в шерифы. Но... В самый последний момент им этого не удалось сделать. Но я думаю, они не оставят попыток. Да. А вообще, если хочешь выманивать, то вон, Еллу Джек можно поджечь, блин. Там они и сами вылезут. Ну... Это крайняя мера, я думаю. Я, конечно, попытаюсь связаться с Робертом и встретиться с ним ещё раз. Может быть, тогда... Даже не знаю. Но он вряд ли приедет на встречу один. Ну вот, там уже и можно, блин, устроить такое. У кого понтов больше. Могу сказать, что людей у них точно больше. И... У них есть оружие и прочее. К тому же... Все... Как минимум половина из них, они не уравновешены. И... Я не знаю, что можно от них ожидать. Так, блин... Если менталитет умерится, то, блин, можно и массовки набрать, которые оружием пользоваться не умеют, как и там половина северян. Ну... Пойти в Ёвы. Нам суть-то какая, так что, блин, они это тебя там не оприходовали. А то, что народу больше. Типа, дело не в количестве, а в том, кто они. Если они всю жизнь проторчали на севере, и все, что умеют это материться, блять, и пиво варить, это еще и ничего не значит. Ну... Может быть, там Говард... А не ураги будут бешеные. Вот кто у них точно подготовлен, так это Говард. И он... Больше всех представляет опасность. Потому что он больше шериф. Блин, Говард чуть голову не проломил. Ну и что? Его, блин, посадить хотят, типа, за информацию о нем там... Награждение, вознаграждение вывезли. Да, я понимаю, поэтому у меня есть небольшая идея. Как можно всех их заставить говорить и что-то делать уже, наконец. Мне кажется, нам нужно схватить Говарда и поставить его перед фактом, что... Либо мы его сдаем полиции, либо он... Дает какую-то информацию, которая интересует нас всех. Ну, блин, ну ты это... Страшный ты человек, сын. Нет, я просто хочу решить вопрос с этим человеком. Шантажем. Можно так и сделать, в общем. Да, только я не знаю, где его искать. Есть пару мест на примете, но... Скорее всего он скрывается где-то на севере, а север он большой. Но у нас много... Ну, я сейчас могу сказать точно, что телефон у него не отвечает. Ну, это понятно. Нет. Угу. Ну, где, если Говард, блин, затесался в это... Сообщество любителей двухколесных... Ну, двухколесного транспорта, то он в этом... Откуда трейлерный парк-то этот, блядь? Он, наверное, там сейчас обитает. Где еще ты ему жить? Ну, ты думаешь, без этого без телефона уходить? Ну, может, и без телефона ходит. Или я не знаю, типа... Можно в трейлерном парке посмотреть, поспрашивать. Ну, глянуть можно, да. Я там, правда, каждый день шиваюсь. Там, кстати, перерубили половину. Я бы поосторожнее. Я думаю, что на севере просто так заезжать куда-то и спрашивать, это не самая лучшая идея. Ну, блин, такое. Вы знаете, как выглядит Говард и его машина? Само собой. Да, да, да. Последний если я увидел на черном пикапе. Да, с рогами такими на бампере. Да, еще у него, по-моему, мотоциклы есть. Нет у него, мотоцикла. Я вчера его видел еще и на мотоцикле, но скорее всего он был краденой. У него, кажется, найблайт, если я не ошиблась. Не-не-не, откуда нахер найблайт. Точно? Ну смотри, послушайте, ты его можешь. Продать-то. Ну, продать может, денег-то у него всё равно нихера нет. Ну это, да, ну, сорян, он ехал быстро и издалека видел только. Ну, последний раз, когда я его видел, он тоже пиздил мотоцикл. Ну, знаешь, не удивила, я тоже постоянно мотоцикл пишу. Джон, а ты ведь часто занимаешься всякой добычей, по крайней мере, раньше. Ну, блин, да, сейчас тоже пытаюсь начать почаще заниматься. Ты никого не встречал там? Где-нибудь, не знаю. Ну, из Реднаков. Может быть, они тоже занимаются этим? Не-не, никого из них в этой теме не видел. Там обычно либо я, либо кто-то из шерифского департамента, либо Настюку. Ясно. Что ж, ладно, давайте я тогда вам покажу место, где я последний раз мог видеть Говардан, но не увидел. Кстати, это, Джоу, у тебя есть эти стяжки? Угу. А, нет. Только ночники. А, нет. Забудь. Погнали, что покажешь? Погнали, что покажешь? Красотка. Власть давай. Мммм. Осторожно. Который расти по двери. Привет, Саймон. Привет. Так, где началось-то? А я изменяю тебя, Саймон. Поехали. Я понимаю. Саймон опять красивая красная машина. Ну, последний раз, в общем, мы должны были встретиться здесь. Я думаю, что мы должны были именно с Говардом встретиться. Но встреча тогда не состоялась. Во всяком случае, на том месте есть дом. И, может быть, Говард там сейчас живет. Так что... Я понял. Я бы там поездил какое-то время. Вот. А, Настя, Настя, подожди. Можно я вам... Покажет. Мы... Я могу в машине показать. А, закона? Давайте, да. Все, все, все. Ну, конечно. А, заочно только. Похер. Я тебя видела. Какой бы в больнице валялась. Сарин. В больнице? Видела? Ммм. Окей. Понял. Забавная ситуация. Ну... Ну, короче, когда тебе пузо прострелили. Я прекрасно помню. В общем... И она интересовалась, кто-то валяется. Ээээ... В этом месте. Ага. Эээ... Что ж, ладно, тогда... Да, в связи. Если что-то нибудь узнаете, дайте знать. Да, да, хорошо. Блин, я успею до заправки доехать. Да. Команда, конечно, у нас... Не очень. Какая-то белобрысая. Ой... Блин. Блин. Сколько ей лет по РП? С виду ей лет 18-20. Да, заочное знакомство. Когда забыл, что ты не знаком по РП. И пытаешься оправдаться. Хотя я, в принципе, Настю... Ну, типа, я понимаю, что она могла ее знать. Ммм... Ммм... Как раз я... Этого, как его... Джона встретил тогда в больнице. Когда он за ней заезжал. За этой Настей. Может быть, они там встретились. Но он просто тоже рассказывал мне. Про то, что Настя лежит в больнице. И все такое. Ладно, не важно. Надо тачку протюнить. Ммм... Ммм... Ну, блин. На самом деле сложно. Держать в голове, с кем знаком твой персонаж. Учитывая, что у нее прошлый перс вообще был со всеми знаком. В городе. Тем более, она постоянно общалась с байкерами. Ну, то есть, она была в байкерах на рейд. И постоянно общалась с Джоном и этой Настей. Вот, и как бы... Бывают моменты, когда ты не понимаешь, что ты знаешь, что нет ПРП. Поляна, блядь. Вот, когда я смотрю в этот чертов чат... Блядь. Пиздец. Всё. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ай, Поляна, привет. По-моему, минус машина. Нет. Фух. Отпишу Джоне Чуть попозже Когда уже в мастерскую приеду Хотя ладно, я сейчас ему отпишу Чтоб он туда подъезжал Так, мне еще Алана надо отписать И с ним тоже встретиться Только с другим Аланом Там есть два Алана И у них еще персонажи, кстати, похожи Внешне Я их теперь буду путать Я вчера подумал, что Алан приехал В мастерскую Но оказалось, что это другой Алан Он даже представился Аланом И прическа у него похожа Короче, тупо клон Субтитры сделал DimaTorzok Блин, а негров всего двое, что ли, получается? Как-то мало Блин, там столько редноков А нам приходится Для решения вопроса Собирать сразу несколько банд И независимых еще людей Вообще, я еще хотел с этим поговорить С Джесси И Кто там еще-то Джесси это журналист А вот второй Короче, адвокат Не помню, как его зовут Ксения Покчамп Она, кстати, меня называет Хиггис Вчера так назвала Или Хиггис Может ее Покчамп назвать? Разок Хиггис А, еще Ее охранник Вчера подошел Короче, ко мне Я сижу на диване Он подходит Говорит Мистер Храмуля Пройдемте Там кто-то Короче, в этом сидел В холле И представил меня Саймон Ну, Саймон, Саймон Там Храмуля Короче Вот так он как-то сказал Вот А потом этот челик Подошел ко мне И сказал Мистер Храмуля Пройдемте Пожалуйста Было забавно Че, нет тут засада никакой? Продолжение следует... Так, что тут можно вставить? Во! Классика. Звук вроде поменялся. Или нет? Каркас можно поставить даже. Ну, каркас мне не нужен. Хм. Хромированная. Ну, даже не знаю. Ну, хромированная, типа, нормально так смотрится, но... Мне вот эта больше нравится. Бакчамп выплатил пенсию. Собственно, на нее я и купил эту машину. При смерти приведу. Ладно, возьмем пока. Хорошо быть механиком. Просто приезжаешь и вешаешь себе все, что хочешь. Суперчарджер. Суперчарджер. Блин, ну, суперчарджер, конечно, штука интересная. Но... Лучше не буду им ставить. Крашеная крыша. А буст мастерской в деле, да? Ну, шо я могу сделать? Че мне теперь? Не покупать ничего. Я бы готов заплатить. Можно за тюнингом обращаться, конечно, к неграм. Так, у меня звук отвалился. А, нет, нормально. Так. Хер его знает, какой бампер поставить. Ладно, гоу, крашеный. Я могу все внутренности как бы прокачать у негров. По идее. И заплатить за это деньги. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Цвет менять, не менять. Ладно, цвет потом. Блин, ну он ее на выходе поставил. Сейчас машина взлетит. Привет, Джей. Привет, Саймон. Ты не мог бы машину взлетать? Ну, нифига себе. Отходи. Да, еще, еще. Нифига себе ты о себе заботишься. Ладно, потом проверим. Точнее, поправим что-нибудь. Сейчас сдеру три драга только с Джоней. Баблишко. Да, что ты хотел. А я хотел вернуть долг 300 баксов, потому что я честный, малый. Но еще такой вопрос. Слушай, вот это вот колесо меня прям безумно раздражает. Прям как прыщ. Можно как-то... Можно с ним что-то сделать? Сейчас посмотрим. Тебе машину помыть. Слушай, у тебя такие цены бешеные, я поэтому сначала уточню, во сколько обойдется ремонт фар и помывка. Как бы... Да, у тебя еще и фары. Да, как бы я их слегка поцарапал. Поцарапал... Да, я всего обе фары поцарапал сильно. Как бы, нужно сказать... О, обе восемь. Расхерачил. Не понял. Да, обе восемь. Ну, сначала две, потом еще две, как бы, потом еще две. Ну, ты понял алгоритм? Ну, я думаю... Ну, эта помывка у нас бесплатная, потому что... Потому что... Вот, а фары поменяем нормально. Сейчас посмотрим. Я не думаю, что больше сон не выйдет. А, ну отлично. А фары поменять можно тоже? Или они всегда такие будут? Может, сразу заменим? Можно ксеноновые поставить. Ну, давай посмотрим. Так. Колесо, значит, да? Да, вот верхняя противная. Хм. Да, по-моему, с ним особо ничего не сделаешь. Ну, как-то там намертво прикручено. Блин, ну хреново, конечно. Хреново. Ладно, если ничего там не сделать, то давай тогда посмотрим, что с фарами можно. То есть форму фар тоже не изменить, да? Только подсветка. Ну да. Ну, они просто ярче гореть будут. А сколько стоит? Как бы пукан не порвется у меня? Ну, вместе с починкой 220 водит. А, ладно, меняй. И... И 300. Ну, итого 520. Что-нибудь еще можно здесь сделать? Можно как-то немножко... Ну, я не знаю, занизить? Хотя нафиг. По-моему, так круто смотрится. Ну, сейчас посмотрим. Да, можно. На, подожди, у тебя она и так занижена. Куда ниже ты? А, ну окей. Ладно, чини тогда. Давай. Сейчас надо другое место проехать, там, в мастерской. Да, кстати, видишь, цвет, когда машина чистая, по-другому смотрится совсем. Заметил? Да, смотрится вот, да, чистое и красивое. Слушай, а если утяжелить машину, то она, насколько я понимаю, будет не такая легкая в переворотах, скажем так. Но при этом скорость теряется или как это работает? Да, скорость сильно снизится. Ну, заметно снизится. Нет, тогда не надо. Я скорострел. Как там, Роберт? Я его сегодня не видел. У него, видимо, голова очень сильно болела. Наверное, видимо, ты его напряг вчера своим давлением. Ну, в общем... Ну, он что-то делал в поле Табай. Ты не знаешь, он не работает таксистом, случайно? Роберт таксистом? Ну, это что-то новенькое, навряд ли. Он вроде же богатый. Ну, просто, судя по всему, он прибыл на вызов такси. Хм, интересно. Но я могу уточнить с ним. Правда, навряд ли он до такого опустится. Ну, если можешь, спроси. Ну, хорошо. Так, давай я тебе деньги передам, чтобы не отнимать тебе время. Ну, на этой машине особо много всего не поставишь, сам понимаешь. Да, понимаю, но пока финансы не позволяют приобрести то, что душа желает. Ну, все, бывай, Саймон. Если что, на связи. Да, удачи, Джонни. Давай, кстати, я проверю внутренние все. Да, и подсветка, что там работает. Ну, вот, видишь, как они горят теперь. Да, очень, очень красиво. Возможно, теперь я лишусь девственности, когда цыпочки увидят. Кстати, я надеюсь, ты еще девственник. Не хотелось бы, как бы, вообще единственным оставаться. Ну, это секрет. Ну, я понимаю, понимаю, девушки на вопрос, вы девственницы, отвечают, либо нет, либо да, либо не ваше дело. Саймон, ладно, ладно. Блин, что у него фары выключаются сами по себе. Так. Я что-то ему там улучшал в прошлый раз. Да, ну, у него все на максимум. Да. Да, все нормально. Я проверил движок. Ну, отлично. Спасибо большое. Ну, все, на связи. Да, удачи. Если что, пиши. Так. 520, полтора часа фармил. Мне бы тоже пофармить, кстати. Но мне фармить не на чем. Блин, можно, конечно, поездить опять по этим горам. Так. Что-то мне не очень нравится, как она выглядит. Каркасы шасси, шасси, шасси. Это что? Ну, а все-таки такой поставить. Так, а что я еще-то менял? А, решетку. Мне вот такая даже больше нравится. Синий основной без доп. Крышу покрасить. Белый доп. Крышу покрасить. Ну, можно попробовать, конечно. Синий основной безусловно. Синий основной безусловно. Вообще, мне с крыши так даже больше нравится. Вроде. Хотя она не очень-то и... Нормально. Не очень вписывается, как-то. Так, ладно. Еще попробуем. Спасибо. Оно. Я думаю, что черный лучше. Сейчас поменяем. Хром решетка заебись. Еще поставим. Еще поставим. Черный. Черный заебал на самом деле. Так. Midnight Blue. Dark Blue. Просто Blue. Ммм. Ну вот. Хрен не знаю. Что-то все какое-то светлое больно. Не, ну синий норм, норм, норм. Мне нравится в принципе. Хотелось бы конечно на пару тонов потемнее, но там слишком темный. Другой цвет. Ну в принципе хромированная с этим, с таким бампером балдежно смотрится. Так что еще и спойлер какой-нибудь. Утиный хвост. Утиный хвост это как для дерби какой-то. Ммм. Помню. Во флотауте вроде вот примерно так тачка выглядела. Это. Только она там естественно не там поназывалась. Ммм. Ладно нормально. А этот. Если б вот он был не крашеный. Я бы наверное его поставил. А так он как-то блять. Странно выглядит. Так что там еще там. Так. Колеса. Так. Колеса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По-моему белые как-то... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да и синие тоже. Хотя вот эти. Они немного типа отличаются. На один тон. И как раз в принципе неплохо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но все равно как дресня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Формула Ред. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин хер знает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно, пока таким оставлю. Потом если еще. Можно будет поменять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красные полосы попробую еще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно хром в принципе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не, красные вообще как-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не сочетается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, а если хромированные колеса поставить? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, а их нет наверное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В bindle. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На этих колесах ссалых Мне в принципе устраивает как вот это смотрится где там Вот Серебряные норм Стрим на колесах Блин, не знаю Белые вообще не смотрятся Слишком светлые какие-то Вот это в принципе Нормально Блянь Можно еще вот как сделать Тут мне вообще не имею Ничего Шо такое? Никит, сделай краску не металлик, чтобы не отдавал светлым Ща попробую Ладно, пока такие мы оставим Но мне все равно не очень нравится Можно черным тупо сделать Ну или почти черным Не норм будет Блянь Краску почти Краску не металлик Ща Где эта краска не металлик? Ну нормально Вообще Так, а с металликом как? Ну там просто отражения как бы видны Ну там просто отражения как бы видны Господи, как же сложно Не сильно как-то отличается Не вижу разницы особой Ну и короче Насрать Бля, колеса, конечно, ужас Ладно, черт с ним Не будем тратить слишком много времени на это Го в полицейский участок поскорее Матовый мне вообще не нравится как матовый выглядит Он вообще никакие отблески не дает И типа Не, бресня Как бы в игре вообще стремно выглядит А вообще красный мне даже больше нравился Наверное Это больно какая-то Получается Ну гоночная машина В такой раскраске Надо что-то для души Ладно, потом поменяю Надо подумать Там классика есть, она блестит Ой, ей-ей-ёй Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй Ой-ёй-ёй Ладно, щас опять Теракт будет пипец они спавнятся просто в одном месте как это происходит как это работает причем вот именно именно вот эти грузовики постоянно в этом месте спавнятся вот эти грузовики большом количестве но смотрится неплохо только колеса все равно мне не нравится добрый вечер вы не подскажите могу я поговорить с лейтенантом д.к. но мне нужно было поговорить с ним насчет работы он просто является но он является владельцем тюнинг ателье вот и да тут я вам да сэр так что я зайду наверное потом спасибо черную с красными но вообще красную с черными больше нет так больше нравится чем черную с красными так ладно потом с цветом разберемся вообще надо отсюда отъехать это тут опасно так 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 Продолжение следует... 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 Блин, а там уже нет, наверное, никого, да? Блин, как найти правду среди лжи бесконечной, бля, когда Роберт успел шерифа купить? Сука. Мне три дня назад или два дня назад то же самое говорили, что он типа сдался там, все такое, пришел с повинной и сидит в тюрьме. То ли это говорил тот же самый шериф, то ли это его знакомый, бля, я не помню с кем я разговаривал, но кто-то мне такую хуйню сказал. Блин. Туда и надо выезжать скорее отсюда. Субтитры сделал DimaTorzok Да не может он физически быть в тюряге, я его вчера видел, он скрывался от копов этих. Типа, а, мне еще вчера Роберт, я с ним разговаривал, я спросил, типа, а Говард еще в розыске? Он сказал, типа, нет, они все уладили, типа. Он ездил в участок, и к нему вопросов уже нету, блядь, ну да, охуеть. Так, значит, надо... Я не знаю, только Алан может мне, наверное, сказать правду. Но Алана нет. А я с ним хотел сегодня встретиться и обсудить кое-что. Нужно просеивать каждую информацию через три сита. Сита добра, сита правды и сита хуита. Через сита хуита обязательно надо просеивать. Блин, мне бы... Человека какого-нибудь... Ну... Ой, куда я поехал-то, господи Иисусе? В больнице есть человек, которому я могу доверять. Это Ева, она пиздить точно не будет мне. Ну, только если ей не будут угрожать Редники. В полиции, в принципе, Алан, но, блин, я с ним мало знаком. Но он работал, типа, на фирму и не совсем ей доволен. Судя по всему. Так что тоже такое. Ну, 50 на 50, вот, Алан. Даже, я бы сказал, 70 на 30. В нем 70% правды пока что я вижу. Тем более, вчера я с ним так и не встретился, и он мне почему-то не отвечал на телефон. Но у них там была... Проблема с инаугурацией. Он там на вертолете вроде летал. Вот, так что, может, это с этим связано. Но, тем не менее, он мне не ответил вчера. Бля. Среди шерифов, получается, вообще нет никого. Ну, вот этот шериф, получается, помощник шерифа, тоже какой-то... Странный. То ли он не хочет мне правду говорить просто из соображения безопасности, то ли он мне не хочет правду говорить из-за того, что... Я могу что-то не так сделать. То ли он мне не говорит правду, потому что его запугали, либо купили. Но... Мне казалось, что он и тот чувак хотя бы. Знаете, в чем проблема еще? Вот, когда мы с Робертом приезжали на эту... Блядь, на добычу золота в шахту. И когда он отыграл эту фигню, типа, машина скатывается, машина скатывается. Там как раз был вот этот челик, вот этот помощник шерифа, и Бен Кокс, вроде как. Ну, то есть, в скине Хартмана, тот чувак, с которым он меня разыгрывал по поводу отца и все такое. То есть, Роберт с этим шерифом, с этим рейнджером хорошо общается. Скорее всего, они друзья и все такое. Вот. Так что, он мог сдать всю инфу по поводу Роберта, по поводу того, что я сдал их там, и так далее. Потому что Роберт мне об этом вчера говорил, что, типа, я всех сдал, иди-ка ты нахуй, все такое. Он мог об этом либо догадаться, когда его вызывали в полицейский участок, если его вообще вызывали. Либо ему мог кто-то рассказать. Рассказать ему мог только Элиот. И вот этот вот Бен Кокс. Ну, Элиот не был в курсе, наверное, того, что я подавал какое-то заявление. Он еще и не был в курсе. Ну, там еще и сам помощник шерифа тогда говорил, что он не очень доверяет этому Элиоту. Кто-то из копов мне говорил. Только... Ну да, это говорил Аллан, он сказал, что приходил Роберт на допрос. Да, я помню этот момент. Но на допрос по какому делу? То есть, он мог приходить на допрос по делу Макроба. Ну, то есть, исчезновение Макроба и детектива. Потому что он последний, с кем видели детективы и этого... И Макроба. Вот. А в принципе... Вряд ли он мог догадаться, что я его сдал. Оуэн МакКентий тоже какой-то подозрительный черт. Мне показалось, что он следил вчера за мной. Я у него, конечно, номер взял, но доверять я ему не могу. Притом, я у него спросил вчера, типа, ну... Он что-то там ходил, ходил, крутился, я его увидел. К нему подошел, говорю, типа... Мужчина, вы же вроде хотели разобраться с Райаном, как у вас дела. Но он говорит, да, типа, я уже забил. Хер. Я такой, ну ладно. Если захотите разобраться, дайте мне свой номер телефона, я вам... Помогу. Ну, я не так сказал, естественно. Я просто у него телефон взял на всякий пожарный. Или он у меня... Нет, он у меня телефон взял и отправил мне смс. Вот, так что подозрительный тоже чувак. И он на севере крутится. Ой, твою мать. Блин, какая-то нездоровая ситуация здесь постоянно происходит. Короче, все сложно. Все запутано. Какая-то Санта-Барбара. Что делать в такой ситуации, непонятно. Так, Джесси, Джесси, Джесси. Сейчас встретимся с журналистом. Может быть, рекламу у него купим. Взамен... ...на информацию. Давай, Дмитрий. А, ой, Нян Пасс. Спокойной ночи. Ну, вообще, у меня в четверг в основном и бывают эти проблемы с инетом. Но так-то я могу постримить. Просто... ...стрим лагать будет. Я не знаю. Я не знаю, зачем Нян Пассу так нужен Прей, на самом деле. Что он там такого интересного увидел. Ты посорец. Ты посорец. Кому ты нужен? У тебя вообще ДЦП. Я не знаю, как тебя в армию берут. Что, ВНН будешь делать? Бля... Бля... А че он сдох-то, лол? Или она? Какого хера она сдохла? У меня даже машина не покоцалась. Вот это рофл, конечно. Продолжение следует... Беги, буду сдаваться. Так. Взыв механика, еллоу джек. Хорошая попытка. ЧЕСТЕР! ЧЕСТЕР! Блядь, чё там летает? ЧЕСТЕР! ЧЕСТЕР, привет! А как у тебя дела? А куда пропал-то? Я не looking for a new organic fertilizer. Чё, нахуевший, что ли? ЧЕСТЕР, чё, ебанутый. Блядь, какие-то опасные. Это было жёстко. А че он сразу за стволом-то полез? Пьяница, дураёб. Блин, шесть патронов на него потратил. Блин, шесть патронов на него потратил. Стволы у НПС подбирать нон-РП. Блин. Машина в дресне какой-то. Так, чё у меня по деньгам-то? Четыреста баксов. Косарь. Косарь. Давай пока ННПС. Блин, вчера такой шанс был, конечно, поймать Говарда. Косарь. Итак, чтоsenя. Докумать. République. Вetto�. Шесть... Йыхер... Продолжение следует... Может пофармить чуть-чуть, а то что-то денег совсем нет. Продолжение следует... Считал, он тоже не отвечает. Продолжение следует... Номер Жени, а зачем мне номер Жени? Что с ней делать? Где мы можем встретиться? Рокки Джонни... Так, ща я приду... Последите, чтобы меня не убили здесь. Надо закрыться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А, кстати, знаете еще в чем Рофил? Мне вчера... Роберт сказал, что на меня Дмитрий этот... Ну, который приезжал навстречу вместо Роберта, он написал на меня заявление о том, что я на него напал. Вот так вот... Интересно... Надо будет, кстати, у Алана узнать насчет этого заявления... СМС был... Тогда давайте у меня в офисе, правда, я жду такси удалиться... Благо я знаю, где его офис находится... Я уже там был... Сука, блядь... Вчера стрим был, года нету... Нет, вчера не было стрима, я просто играл... Соло я там на пару часов... Ну, на час, на полтора я залетал... Я чисто зашел, чтобы инаугурацию посмотреть, но там... Особо ничего такого не было, я потом просто за пенсией съездил... И встретил этих... Рыбников... У тебя мощный свидетель есть... Я не понял вообще, о чем вы сейчас разговариваете... Какой свидетель, какой вот... Что там вчера ночью кто смотрел... Мощный свидетель у меня вот этот журналист... И он, в принципе, должен мне помочь что-то сделать... В рамках закона хотя бы... Ссылку на секретный канал не дают... На то она секретный... Ух ты ж... В 23.59 начнется прием граждан, боже мой... Третья 6.30... Алло... Да блин, Наня починилась или нет Ну да, с таксоидом-то у меня есть свидетель, это да, это да Я просто хочу узнать насчет заявления, действительно ли оно поступало Так, ладно, поехали Есть канал с моим именем, написанный через... Там, блин, как там написано, господи Там вроде вместо L большая буква I И точно такое же имя, короче Но это не секретный канал Это просто ретурт какой-то Ого У меня Аллан неплохой свидетель, честно говоря Вообще по всей ситуации с детективом С Робертом Макробом То есть, как бы он должен проявлять инициативу с поисками вот этого детектива поехавшего и Макроба Но пока я даже не могу по РП получить информацию, жив Макроб или нет Потому что, опять же, Джон уверяет, что он жив и то, что он поступал в больницу При этом ему говорил кто-то из копов об этом Из врачей кто-то говорил, что наоборот, никакого Макроба к ним не поступало И еще кто-то говорил, что не поступало Надо у Евы спросить, потому что у нее точная информация должна быть Если Евы скажет, что не поступал, значит, они его убили Кто-то Либо Роберт, либо детектив, а может быть вместе А, ну, собственно, этот ниггер мне тоже говорил, что Не поступал Макроб в больницу И он тоже ее ищет В общем, ситуация темная достаточно В принципе, мне уже начинает нравиться, как выглядит машина Я привык даже к колесам Осталось ее протюнить Все внутренности заменить Но это надо найти бабла Ну, в принципе, я могу и сейчас протюнить, потеряв все деньги У жердяи я спрашивал Но он мне сказал то же самое, что и про Честера Типа, он нихера не знает Последний раз, типа, я видел Макроба с детективом Хрен знает, что он с ним сделал Вот, что он мне сказал Но звучало это не очень убедительно В принципе, как и информация про Честера Он, то есть, мне сначала сказал то, что Отвезет меня в лес к Честеру и закопает вместе с ним Как шутку это, типа, сказал А потом мне сказал, типа, он, блядь, в душе не ебет Куда Честер пропал Возможно, он из штата уехал Честер не клеится Как-то, если, как будто, водка зимналист очень高 Но никто не знает Нужно ведь это можно попробовать А что, это неосредственно пистолет кстати да и пройти то господи пистолет достаточно по урону какой-то маломощный я честеро с трудом бил тема на письме так почти приехали добрый вечер извини что заставил ждать все так вот да нет я тоже только что приехал наверх ко мне в кабинет там никого нет как здоровье да вроде не жалуюсь пока а он как бегает по этим ступеньки на самом деле много вопросов я не знаю сможет и хотя бы на что-то из этого ответить но я постараюсь что у меня все перемешано в голове можешь сюда проходить неплохие креста есть я могу здесь присесть ассер вы случайно не знаете что случилось с макро вам честно признаться нет не знаю я знаю что он получил несколько огневых ранений и лежал в больнице но пропал куда-то все-таки он поступал в больницу да возможно он получил первую помощь и скрылся на откуда вы получили такую информацию о том что он поступал в больнице за пойдет слухи да вот именно что слухи дело в том что у меня есть две информации о том что он не поступала о том что он поступал и я не знаю что из этого правда то есть кто-то утверждает что он не был в больнице да его друзья его друзьям я склонен верить вот так он и мой друг можно сказать собственно не знаю я хочу поговорить с главврачом ее зовут ева может быть она скажет более достоверную информацию может быть если она присутствует при этом конечно потому что он сама может быть не в курсе 1000 макроба для чего-то но я хочу убедиться что с ним все в порядке последний с кем я его видел это детектив и роберт и я не уверен что он может после такой встречи быть живых я точно знаю что он сбежал от детектива детектив получил в нос от него я лично видел как после задержания минут через 15-20 детектив был в больнице не дал мне никаких комментариев видео был очень раздосадован этим фактом также многие говорят что макроба стреляли поэтому я не знаю что именно произошло интересно куда сам детектив делся внутреннее расследование до говорят что он улетел из штата по крайней мере один из сотрудников полиции которым я могу доверять то есть можно так сказать что копы прикрыли его задницу и просто отстранили возможно последний раз когда его видели в полицейском участке он собирал вещи так что скорее всего но пока что он не разрешился никак и дело в том что роберт должен по идее выплатить мне деньги денежную компенсацию за то что я работал на его фирму какое-то время но практически с ее основание и с того момента не получал зарплату поэтому я ищу адвоката который может мне с этим помочь вот а также я хочу получить от него информацию насчет пропажи честера это один из владелица его фирма и да я с честером хорошо знаком это первый таксист который возил меня от аэропорта после урагана отличный малый да в том-то и дело что я не знаю как быть в этой ситуации дело в том что роберт однажды как раз тот день когда мы все поругались и произошла та ситуация неприятная с детективом он вспомнил о честере не очень удачном ключе так сказать как он утверждал это была шутка но он сказал что в тот раз хотел отвезти меня в лес и закопать вместе с честером ну сами понимаете не очень удачная шутка сэр я так понимаю он больше не рвется тебя убить довольно близко друг друга как сказать сам лично он не хочет этого делать но посылает ко мне своих друзей или людей которые на него работают во всяком случае я два дня назад хотел организовать встречу вместе с ним но на встречу приехал его работник фирмы но скорее вышибала или как-то так в общем он попытался меня ударить и но у него ничего не вышло видимо он был слишком пьян к счастью не вышло да я очень рад что так да просто меня подстраховывал один хороший человек вот и этому сару пришлось убежать и что вы будете делать если роберт вам не заплатит ни цента ну не знаю он хотел заплатить он бы заплатил сразу мне так кажется что он не собирается ничего оплачивать честно говоря у него нет никаких шансов на адекватное владеть этой фирмой потому что ну всю финансовую работу и документы в работу с документами выполнял я и сомневаюсь что он кого-то может найти еще на севере с теми способностями которые были у меня сэр я прекрасно понимаю вести бухгалтерию довольно ответственное занятие еще нужно доверять человеку да правильно я понимаю что вы в курсе всех дел роберта ну практически всех в плане легальных да в плане того чем он занимался на стороне я не во всем не обо всем осведомлен но я знаю что они что-то делали незаконно я вполне могли могли с честером что-то не поделить в итоге из-за этого скорее всего так и есть потому что как раз так сказать катализатором того что случилось с честером все это случилось незадолго до его исчезновения в общем произошла ссора между всеми нами еще одна это была первая ссора когда мы поругались и и с честером и с робертом но помните говард говард браун он тогда еще был шериф вот и собственно я слышал как они ругались между собой и говард кричал о том что знает все чем они занимаются и посадят их всех за решетку знает про какие-то там нелегальные вещества как он выражался тогда про какое-то оружие вот ну и собственно говард продал им оружие возможно который потом пытался найти может быть я не знаю но дело в том что потом после этой ссоры они ну как бы разругались почти окончательно и говард был уволен из рядов полиции это я прекрасно помню да к сожалению на суде если его можно было так назвать я не присутствовал но нас слышал скажите а чем послужила причиной какая причина была вот этой первой ссоры ну в общем у нас в то время преследовал какой-то сумасшедший дед ну насколько я понял он служил во вьетнаме у него крыша совсем поехала вот и он пытался ферму забрать его честера и у роберта но постоянно какие-то нападки совершал палки в колеса вставлял и прочее но и в общем всех это сильно задолбало и дед этот предложил сделку ну предложил поговорить конкретно все этой ситуации но никто из владельцев фирмы фирмы не роберт не раян не честер они не захотели разговаривать и сказали чтобы я пошел поговорил с ним если хочу вот но я уладил вопрос видимо не совсем так как они хотели и предложил более мирное решение да я ну грубо говоря я отдал этому деду часть фермы точнее дома где они все жили взамен на то чтобы он перестал делать всевозможные нападки на фермы и прочее и как раз таки и роберту с честером это очень сильно не понравилось и они разругались сначала со мной а потом с говардом просто говард как раз тоже был инициатором этой встречи город хотел мирным путем все решить но он боялся что дед что-то сделает не то видимо он мог как-то мешать тому чем они занимались в то время после этого конфликта стали появляться новые разногласия которые собственно вот последние конфликты вылились не совсем дело в том что после того случая честер как бы отошел на сторону но он стал меньше общаться с робертом чаще проводить время наедине ну какие-то свои не знаю чем-то своим заниматься в общем даже вот подался в эти в кандидат в кандидаты в губернаторы вы наверное помните вот и все это все это как бы их между собой очень сильно ссорило роберт говорил что честер но перестал держать с ними какой-то контакт и он больше не доверяет ему роберт не завидовал честеру то что тот подался кандидата не знаю может быть но он понимал что у честера будет какая-то власть отношения на тот момент у них могли не совсем хорошие чтобы он получить от этого выгоду вы пытались их примирить ну да несколько раз я говорила с тем и с другим но оба они говорили мне что разочарованы друг в друге но не говорили причину довольно странно слышать потому что страны и как братья выглядели довольно долго да мне даже казалось что они есть братья пока я не узнал их фамилии собственно встретился я с ними тоже когда они вдвоем развозили что-то я даже уже не помню это было очень давно кажется лежали вам работа ну да я они привозили в бар этих байкеров еду я помню тот день мои я с кем-то должен был встретиться в этом баре не помню для чего кажется с джоном муром для того чтобы устроиться на работу механик вот и в тот день приехали эти двое они у них какие-то проблемы возникли с подсчетом денег и я как бы помог им заучно ну в общем я там рядом стоял и посчитал сумму которая им необходима вот и они удивились что я хорошо считаю ну и предложили мне поработать на них честно говоря много вещей очень странных замечал за этими людьми несколько раз я обнаруживал у них в машинах подозрительные таблетки синего цвета несколько раз сам райан просил меня заниматься какой-то лечебной травой хотя потом как выяснилось не совсем она была лечебной насколько я знаю роберту предлагали в совете выращивать лечебный сорт да но это все заглохло примерно в тот же день когда ему предложили это хотя он очень сильно обрадовался и сказал что это поможет им более легально вести свои дела то есть дела не вели без этого получается ну получается что так ну по крайней мере с той травой я столкнулся еще до того момента как ему предложили заниматься лечебной как-то раз райан заставил меня за 100 долларов раскладывать какие-то брикеты по пакетикам я тогда согласился не понимал что это такое ну мне тогда еще и деньги очень сильно нужны были сами понимаете но он говорил что это для больницы ну чтобы пациентам там раздавать для удобства и так далее а чуть позже он предложил мне самому как бы выкурить эту траву для того чтобы вылечить астму но в тот день я чуть не умер плохо сказалось но у меня вообще курить противопоказано на тут еще и вот это вот лечебная трава на какое-то странное воздействие вызвало я вообще очень смутно помню что происходило в тот день как вы считаете как разовьется ситуация с робертом которая сложилась сейчас я даже не знаю я пока не хочу рассказывать все то что я знаю об этих людях потому что может быть на ней еще ответит на мои вопросы ну и как бы по-человечески смогут это все решить вот я понимаю да не стоит сразу доводить до крайности такая шанс но пока что я не могу выйти с ними на контакт два дня назад меня чуть не избил их человека если бы я не был так так сказать предусмотрителен то скорее всего меня бы избили там можно как-то доказать что они это человек чтобы убить он сам об этом сказал он приехал на встречу хотя я ждал роберта но он подошел ко мне и сказал что роберт просил передать тебе ну как что весь север посылает тебя на три буквы и ты больше не имеешь права там появляться а потом он друзья на севере нет к сожалению вот и потом когда я ему сказал чтобы он просто ну передал роберту что я хочу с ним лично поговорить чтобы он не делал так но не поступал так странно он вот этот человек попытался нанести мне удар я собственно знаю кто это вот но когда я знаю его имя этот дмитрий но фамилию к сожалению не помню возможно у меня в документах где-то она осталась дело в том что этот человек который работал на фирму но он работал как бы скорее даже на роберта в плане того что обеспечивал ему какую-то безопасность или решал какие-то его вопросы с с рабочими там или еще с какими-то людьми но сами понимаете какими методами выполнял работу не только указаны в резюме да так сказать верно сэр ну может быть его его видели он обычно в спецовке ходит серый и в серой кепке но у него еще такой голос прокуренный это завалился в ванилу на днях да это он иметь ввиду спасибо ну знаете саймон если вдруг ситуация если вдруг вы поймете что ситуация никак не решается и угроза все значительнее так сказать то вы вся можете обратиться ко мне и мы придумаем как привлечь роберта к ответу уже придав огласки какую-то информацию да я понимаю наш разговор наш разговор останется в тайне потому что не моих интересах вам мешать своей репортерской работой но если вы что-то сочтете нужным вы вся можете мне написать или позвонить да хорошо сэр вы хотели задать еще какие-то вопросы кажется по большей части я получил ответы на них меня больше всего интересовала судьба детектива потому что он один из фигурантов материала довольно длиннее начинается еще с ограбления магазина который прошло кажется недели две назад или больше уже не помню да я что-то слышал об этом кажется нужно знать что с ним произошло но собственно я так понимаю все что все что знали сказали ну знаете сэр я к сожалению не могу доверять сейчас никому из полиции кроме одного человека и то сомнительно дело в том что я обращался к шерифскому в шерифский департамент тот что на севере вроде бы вы мне посоветовали обратиться к даррена или как его ты помощник шерифа вы назвали его помощником шерифа его зовут давид мюллер в общем он пытался мне помочь и тоже узнать какую-то информацию касаемо говарда брауна и на роберта и ну вот всего того что там произошло говорил что говард браун находится в розыске да дело в том что давид мюллер вон кажется ему уже нельзя доверять сегодня он сказал мне что говард сдался лично пришел участок и его посадили на три года но не сходится дело в том что кто-то из полиции говорил мне об этом уже двумя днями ранее похоже что они путаются в показаниях и пытаются отмазать говарда вполне возможно я слышал новости что действующий шериф северного округа кажется даниэль зовут она хочет снять все полномочия и рекомендовал как раз мюлера на свое место да возможно но дело в том что все реднаки будут против этого роберт он продвигал эллиота я не помню его фамилию но он был рейнджером в департаменте шерифа не знаю куда или это временно назначали на север вот и он себя показал не очень хорошим сотрудником поэтому вряд ли его будут назначать да но я подумаешь невольно разговор разговор губернатора и по рекомендации нынешнего шерифа она все-таки согласилась назначить мюллера не знаю как это будет официально оглушено но скорее всего так случится дело в том что небо есть что реднаки будут пытаться до конца пробить эллиота на место может быть они уже и сотрудничают каким-то образом с дароном или с дэвидом как его там все время путаю вот и в общем они в нем не очень уверены на вот или вот он живет на ферме с этими людьми по крайней мере жил когда я еще с ними общался так что или вот для них идеальные варианты если он попадет на место шерифа то у всего мирного населения будут большие проблемы информацию но мне кажется просто миллер пытается зарекомендовать себя среди реднаков поэтому все-таки не стоит ему доверять я согласен с вашими опасения но просто он очень сильно изменился за эти два дня когда он еще брал у меня показания вместе с ним был бэн кокс насколько я помню по крайней мере он так его называл в общем бэн кокс это рейнджер постоянно ходит шляпе такой да да коричневый рубашки дело в том что этот человек вместе с миллером брал у меня показаний все записывал на камеру но я помню что он очень хорошо общается с робертом они даже раньше подшучивали надо мной вместе и как-то был свидетелем когда бэн кокс выходил вместе с детективом из сельского участка и собственно задавал вопрос что ему делать с избитым задержанным который остался в подвале довольно интерпретация но вы понимаете да дело в том что скорее всего там повязаны все два департамента и непонятно кто из них на чьей стороне мне интересно неужели дмитрий бэк в стороне от всего этого и не в курсе делал полиции своих сотрудников я так и не могу с ним поговорить я пытался уже два или три дня подряд связаться с и выйти на контакт но он постоянно либо заняты либо не на службе к слову сказать дмитрий бэк тоже изменился по началу когда он назначили время исполнительный в общем временным капитаном был довольно обходитель довольно честен и участлив в судьбе граждан и те кто попадал в участок последний раз когда меня задержал детектив собственно не за что за вопрос почему он меня задерживает он меня задерживает и дмитрий бэк тоже проявил себя не с лучшей стороны когда обсуждался вопрос за что был задержан джон мур потому что у него было найдено крупнокалиберное оружие и при этом у него была лицензия но не сказано какой калибр разрешен в законе прописано только что необходима лицензия но дмитрий бэк как бы это так сказать в общем он сослался что у него есть свое видение кодекса и законов и свои понятия как нужно судить людей и если мы все будем следовать кодексу то в городе начнется бардак поэтому очень странно его отношение к законам да я боюсь лишь одного что в итоге в полиции как бы нормальными людьми на стороне добра останутся только офицеры которые недавно заступили на службу или пришли из как его это ну в общем закончили учебу да или что-нибудь такое какие-нибудь кадеты которые еще не успели запачкаться в этом дерьме да мне хочется верить что высших званиях сейчас сидят такие люди как детектив или еще кто-нибудь и знаете насчет детектива я уже помимо того что видел но я еще и слышал что он был наркоманом кроме того он мне сам предлагал употреблять наркотики прямо в полицейском участке я помню тем вечером вы говорили об этом да очень странная личность как вообще на службе продержали так долго и он очень сильно подрывает доверие к полицейскому департаменту если вы понимаете при том что даже честные полицейские склонны ему пыль подчиняться складывается впечатление что и даже они портались так сказать потому что лично мне было непонятно поведение офицера квенселя да как я понимаю детектива воспринимали как некую очень так сказать уполномоченную фигуру достаточно на уровне наверное с капитаном потому что он вместе с ним лично решал вопросы даже при мне у них разговор шел таким в таком русле будто они с ним знакомые закадычные друзья понимаю да в общем это все очень странно сэр но я не думаю что этому нужно сейчас предлагать большую огласку потому что может стать все еще гораздо хуже нужно как-то выяснить кто из полиции еще остался на стороне добропорядочных граждан безусловно да не стоит кидаться в огонь с неправеренной информацией не знаю кому можно доверять но в микро как довольно сильный инструмент чтобы управлять общественным мнением поэтому я не могу остаться в стороне да хотя иногда тоже хочется прийти в бар и забыться конец от всего но то если не мы знаете сэр если вы в ближайшее время встретите Говарда Брауна дайте мне знать и я вам тоже скажу просто судя по словам шерифа он должен сидеть за решеткой в ближайшие три года хорошо я буду держать ушки на макушке так сказать и единственный человек в полиции которому можно сейчас доверять по моему мнению хоть он и работал раньше на Роберта это Алан Алан Шерман Шерман я не часто с ним сталкивался честно говоря у меня было впечатление что можно доверять офицеру Паунеру но тоже сложно сказать я с ним не сталкивался ну дело в том что с Аланом мы довольно ну как давно вообще просто общались довольно неплохо и его вся эта ситуация с детективом и Робертом тоже очень сильно возмутило он находился в тот день на месте происшествия ну и он мне помог как бы найти место безопасное и чтобы какое-то время там пересидеть переждать а я помню это тот парень в кожаной куртке который подвозил вас не совсем вроде бы он не был в кожаной куртке он обычно ходит в майке коричневой с такой повязкой на шее вроде шарфа он бывший военный сэр ну может обознался ну я точно помню мы садились к какому-то мужчине которым я на навигаторе показывал путь до до подходящего места да может быть в тот день он был в той куртке я не помню просто тот день у меня весь это он если я с ним садился в машину ну да это он не он случайно помогал вам провести встречу а да в таком случае я согласен с вами он хороший человек вряд ли у него есть какой-то корыстный интерес да я тоже так думаю хотите кофе с вами да нет я сейчас пойду спать не хочу нарушать нарушать сон варить есть водичка если что надо перекурить ссср и у вас можно заказать какую-нибудь рекламу к примеру да разумеется а сколько это будет стоить частные вечеринки и что угодно для вас могу за 200 долларов сделать за 200 долларов ну вот если вы имеете ввиду в социальных сетях рекламные сообщения с фотографией или картинкой какой-нибудь нашли дизайнеры могут подобрать картинку под ваши да я понял объявление мне нужно прорекламировать автосалон тюнинг салон такой ээээ.. Лост Сантас Кастомс в центре города у нас находится слышала о таком а вы, Саймон, владеете этим салоном? но я управляющий салоном владеет капитан бэк интересно ну тогда сделаем да я с вами свяжусь тогда когда можно завтра конкретику добавить до завтра вполне можно хорошо давайте вас провожу тогда и пойду покую надо отмозгивать все что вы мне сказали кстати вы говорили что вам нужен адвокат я за одного хорошего хватка у парня могу дать телефончик возможно вы с ним уже сталкивались его зовут ральф нет не помню такого вы на парковку заезжали да ральф пришел и вытащил меня из этого обезьянника для меня детектив арестовал так что я в принципе могу ему доверять и думаю вы тоже сможете да хорошо запишите его до диктуйте иду 704 99 12 зовут его ральф морелло он адвокат сейчас организовывает адвокатскую коллегию довольно смешленый и осведомленный вы можете сказать что вы от меня у нас с ним довольно неплохие отношения и я думаю можно даже сделать скидку какую-то да хорошо сэр спасибо я свяжусь не что будет если что-то будет важно или интересно все знаете что может обратиться за некоторые сенсации я даже готов заплатить да ладно хорошо что ж сэр удачи вам я поеду всего доброго почему купленному вообще он тогда салоном приехал и с макробом так что я сомневаюсь что он куплен мне кажется он слышал уже инфу о письках в пиве посмотрим у меня уже у самого паранойя начинается я не знаю кому верить бен а а а а а а а а а Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пойти и взаимодействовать с криминалом Хотя сегодня пересекся с этим С негром Но о том, что он криминальный Элемент Я узнал уже после того, как поговорил с Джоном Но вот я сегодня разговаривал с одним негром И он, в принципе, готов пойти На что угодно, лишь бы Решить вопрос с редноками Там много людей, которых обидели редноки Можно так сказать Чем больше их будет, тем будет интереснее Проблема в том, что Как бы уехал из города Основной зачинщик всей ситуации Ну, который придал Охуенно большой охват Этой всей темы И он исчез Как бы Если бы Детектив не уехал Тогда можно было бы Доебывать участок бесконечно Бля, я проехал точку Там Просочилась бы инфа Насчет того, что Детектив неадекватен Там вообще Ебанутый на голову Работал в полиции Все такое Сейчас это лишь слухи Никто не Ну, типа Сложно это доказать Что он действительно Был ебнутый Это надо Много свидетелей найти Я один из свидетелей Но, типа На слово Мне все равно Никто верить не будет Есть еще люди Которые знали о том Что он употреблял И все такое Но, опять же Их единицы И не все Будут это рассказывать Во-вторых Из-за того, что он уехал К ответу Как бы привлечь Некого Ну, кроме Роберта Который был с ним В тот момент Но Роберт Отрекается от всего Он, типа, говорит, что Хуй его знает Куда они там пропали Они с Макробом уехали Типа Детектив и Макроб Они уехали вместе И все Ничего не знаю Вот А если бы Если бы Этот детектив Не исчез Его бы сейчас Сейчас тоже искали Он бы примкнул Наверняка К Редникам Было бы легче На него как-то выйти Потому что К этому бы Прям полиция Жестко подключилась Она бы Отслеживала его Перемещение Передвижение И все такое Потому что это уже Не просто преступник Какой-то там Из группировки А это Нихуя себе детектив Хоть и Хоть сейчас нет ФБР Но скорее всего Кто-то Серьезный За это дело Взялся А сейчас Что Это просто Ну Вот по сути Когда пропал детектив Все остальные Действия Копов Это как Перейдешь в воду Ничего не будет Происходить Потому что Его нет в городе И в штате Вот Они там Его объявили В розыск Ну и хули Они Говарда Объявили в розыск Только почему-то Типа Его никто не ищет Судя по всему Если даже Никто не отслеживает Я не знаю Он сейчас На каких машинах Ездит Но я так подозреваю Что ему вообще Пухуй На каких машинах Ездить И учитывая Что у него нет денег Сомневаюсь В том Что он снимает Эти тачки Типа арендует А если он ездит На собственной машине Его всегда можно Отследить Блин Где бы встретиться С ним какого маяка мне нужно место встречи там где люди есть типа сейчас темное время суток люди не везде есть нпс-шники хотя бы джонни мэй да нет мы никого пока не собираемся убивать чего взяли что кого-то убивать собираются джонни точно пока никто ничего не строгать его не собирается потому что прп я нем знаю только как каком-то психологи полупсихологи полу юристе но то что он типа работает на роберта это его не красит но в любом случае как сказать он на роберта работает но при этом как бы и со мной нормально связь поддерживает то есть не пытается что-то как-то меня игно игнорировать или угрожать мне то есть это говорит о том что он в принципе самый адекватный из реднаков грубо говоря хотя он не реднак сейчас в державе встретимся давно там не были наоборот спасибо не херайся это вот отсюда джет раньше машины воровал вот он хитрый такое и даже не не знала существование этой парковки помните то зеленую тачку за которой я еще на кости гоняки гнался собственно на которой я потом еще джета поймал вот это она фух сколько уже час почти так надо встретиться с гордом тогда и заканчивать на сегодня то завтра будет минус прей но в пд много экшена только если кто-то что-то делает криминальное а если никто ничего не делает единственный экшен который может произойти это блин когда ты на вызов какой-нибудь выезжаешь сложной сигнализации сложным срабатыванием сигналки там что происходит странное я просто помню что в один прекрасный момент там весь экшен закончился на кости гния тоже просто по всему штату ездил туда-сюда ничего не происходило пока мы снова не начали мелвина ловить как бы по большому счету все время мы ниггеров ловили то этого мелвина то его друга джек джон джона блять короче ментоса еще какого-то челика вот и собственно они были основными поставщиками экшена тогда для полицейского участка ни хера себе кажется что-то напутал блин чё-то тут как-то все дороговато стоит и и и и я машину закрыл принципе она там стоит на той парковке вряд ли кто-то знает перламутров не знаю он не стал второй раз white лист добавляться он тут на стрим вроде заходил как-то раз но ничего не ответил по поводу того будет он залетать в рп или нет мэлвин был прикольный но вообще иван круто отыгрывал бандита у него настолько он жесткий был этот бандит бандит у него настолько жесткими получались что никто не мог противопоставить тогда не этим не ниггером не байкером когда он типа в байкерах был тоже сложно было что-то предпринять но он иногда перегибал палку в принципе у всех есть с этим проблемы точнее бывают проблемы с перегибанием палки когда ты сидишь на бандосе помню как мы с ним убивали сандру и как он потом следы заметал было прикольно плане отыгрыша к ивану вообще никаких прав и вопросов нет и и Продолжение следует... 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 он не может ничего сказать. Ну и ты сам логически подумаешь, что если бы у него была инфа, которая ему бы не вредила, допустим, он бы ей сказал. А если есть информация, которая ему может навредить, то, понятное дело, он ее не скажет. То есть тут, если по деньгам еще можно как-то порешать, то по ситуации с Честерами вообще без понятия, как ее можно решить, если информации у Роберта просто нет. Да, я понимаю, но я не просто так у него об этом спросил. Дело в том, что он в баре тогда отшутился насчет того, что нужно было меня в лес отвезти и закопать вместе с Честером. Но он сказал, что это была шутка. Ну, сам понимаешь, для меня в тот момент шутки были не очень. Саймон, ты же соображающий. Во-первых, это действительно могла быть шутка. Во-вторых, если он закопал, теоретически, теоретически, то как, с чего вдруг он тебе об этом скажет. Это его же, его же закроют копы навсегда. То есть, понятное дело, если у него какая-то информация, который он навредит, с чего вдруг он об этом будет говорить. Ну, это, конечно, да. Только он тогда был не очень трезвый, так скажем. И мог случайно это сказать вообще. Ляпнуть не подумав, как говорится. Ну, тоже логично. Поэтому, Саймон, все-таки, пойми правильно, по информации о Чистере никакого прогресса быть не может, теоретически. То есть, это просто человеческий фактор. А вот по деньгам, думаю, можно закрыть вопрос, если, как бы, анализ денежного вознаграждения у тебя будет объективный, а не какой-то там фантастический. То есть, ты понимаешь. Я понимаю. Я все посчитаю. Так что скажешь. То есть, такой вариант тебя устраивает. Да, посчитаешь, если Роберта устраивает, мы закрываем, и конфликт между вами будет считаться исчерпанным. Да, вполне. Но, ну, все тогда. Счет Честера, я бы, конечно, еще хотел узнать максимальную информацию, которую он владеет, когда он последний раз видел его. И в каких обстоятельствах, если он утверждает, что он ничего не знает об этом. Ну, пойми правильно, Саймон, все равно ты не получишь информацию, которая ему может навредить. С чего вдруг он будет этим делиться? То есть, он же не сам себе враг. Поэтому, я тебе советую просто забыть об этом. Никакого смысла в твоих поисках нет. Скорее всего, он кого-то покрывает. Мы вчерашнем разговоре, он часто упоминал Говарда. И, возможно, Роберт ни к чему не причастен. Но просто он пытается скрыть что-то. Ну, возможно. Но тут опять все, блин, двояко. Сам понимаешь, Говард, даже если причастен, он тоже не признается. И более того, это будет риск для тебя самого. Понимаешь, даже когда ты копаешься, постоянно пытаешься что-то выяснить, а вины у человека нет, это все равно его начнет раздражать, и последствия могут быть самые страшные. Поэтому, Саймон, получи деньги и забудь про эту проблему. Я не понимаю, зачем ты так упираешься. Да, ладно. Я завтра сообщу Сому тогда. Мне нужно время, чтобы ну хорошо. Все нормально посчитать. То есть, я могу сказать Роберту, что ты тоже сделал движение навстречу, посчитаешь, и дальше будет обсуждение финансовых вопросов. А конфликт можешь ему сказать, что ранее я прикидывал сумму в районе четырех тысяч. Ну, ты окончательно почитай, пока не буду никаких цен называть, чтобы не провоцировать. Поэтому просто посчитай и дай мне знать. Только потом постарайся все же, если он действительно заплатит, замять конфликт и более ничего не выяснять, потому что я окажусь виновным, потому что Роберт скажет, что вот я тебя послушал, заплатил ему, а он все равно копает, все равно выясняет, все равно пытается мою репутацию испортить. Ну, ты понимаешь, что потом крайним окажусь я. Может, он вообще начнет думать, что я с тобой соучастник, или у нас сговор, или что-то такое. Ну, сам понимаешь, что я могу оказаться в неприятной истории. Да, я понимаю. А ты, кстати, не видел сегодня Говарда случайно? Нет, Говарда не видел. Сегодня было много событий у бара и губернаторша приезжала, но Говарда не было. Хорошо. Ну, все тогда. Не буду тебя задерживать. Как поднакоплю деньжат заедут тюнинг сделать? Да, ладно. А где твой автомобиль? Я надеюсь, ты не пешком? Да, на парковке. Здесь недалеко. Ну, хорошо. Ладно, Джонни, удачи тогда. Давай. удачи, спасибо, что тоже. Разобраться в этом. Да, неприятная история и не хотелось бы, чтобы это продолжалось. И тебе спасибо, что тоже пытаешься найти углы сглаживания, пытаешься все это сгладить. Удачи, увидимся. Да. пока. Открыть магазин, найти машину и сказать цену. Можно. Можно просто посчитать приблизительный оклад и умножить на количество дней, которые я проработал там. и умножить Да, я знаю, что он 9к стоит Ты от Тампа уже купил Он не согласится ни на какие 300 в день и так далее Ну, типа, можно ради конфликта сказать сумму, которую он не вывезет Не сможет мне дать, в принципе Но это не очень логично, конечно Блядь Какая она низкая Блин, что-то покоцал, господи Ну ладно Поехали в городской мотель Ну а на каких основаниях я ему скажу 300... В день То есть... По факту у нас на самом деле не было никакого официального договора и контракта Я, конечно, могу его подделать Мне, наверное, нужно встретиться с адвокатом тем и посоветоваться Насчет этого вопроса Чтобы все ПРП было Может быть он скажет, типа Давай заберем фирму Вы просто не берете в расчет То, что это, во-первых, редник А во-вторых Как бы он повел себя Ну вот в реале Если бы вам какой-нибудь Саймон Сказал, типа Так и так Ну, учитывая, что у него не было никакого официального трудоустройства в фирме Сказал бы, что Бля, я хочу 300 баксов в день Как бы вы поступили Скорее всего, послали бы его То есть, понятно, что тут надо выбирать теперь Продолжать конфликт непосредственно Либо его смягчать Но если его смягчать Тогда все скатится В опять же фарм какой-то бесконечный Беспробудный Либо Редники будут всех Хуесосить Максимально У меня просто нет пока идей Как можно Ну, вообще есть идея Как можно выйти на инфу Саймон Ой, блять От Честери Но дело в том, что Чем Дольше я Пытаюсь это сделать Тем Сложнее это сделать То есть, мне нужно Непосредственно на кого-то Надавить из них Из этих троих Ебаклаков Либо на Говарда Либо на Райана Либо на Роберта На Райана Потому что он в тот день сам говорил Что убьет Честера при первой же встрече На Говарда Потому что у них изначально конфликт был У него был непосредственно мотив Его убийства И он сам об этом Несколько раз говорил В баре А Роберта Потому что он Хуйню какую-то Сморозил Случайно Так что вот На кого-то из этих троих Надо надавить Чтобы он Раскололся Когда он расколется Будет только два варианта Либо Сажать в тюрьму Либо Ну даже три Окей Сажать в тюрьму Убивать Или Каким-то еще там Ну на какую-то сделку идти Хуй знает Вот такие дела Очень-очень все сложно Честно говоря В ближайшее время На самом деле Мне бы лучше Саймона Рипнуть Или уехать на нем Потому что Ну если У меня появится Неделя отдыха Я смогу С своими делами Разобраться И РЛ И Уже залететь На новом персонаже Может быть Даже в дуэте Просто если я Уйду На какой-то Отдых Сейчас На Саймоне То это Заруинится Очень много АРП И потом Непонятно Будет Что делать На нем Вот Так что Надо как-то Поскорее Этот конфликт Либо решить Либо Ну Чтобы Эта ситуация Как-то Разрешилась Тем более История Начала В тупик Заходить Потому что Никто Особо Ничего делать Не хочет Посмотрим Насколько Серьезно Настроенные Мои Напарники Так сказать Для Еще Проблема Что Сейчас Надо Написать Этому Белку Если я завтра буду Прейстримить То опять Это все Оттянется Еще На один День С мастерской Это все Конечно Заебись Типа Можно Развивать РП с мастерской Можно Опять же Нужно Не можно А даже Нужно Нанять туда Сотрудника Одного Нового Но Как бы Это все Опять же Будет Ну Такое же РП Как у нас Было Раньше С Робертом Не конфликтуют Никак Между Собой Мастерские Даже Зная То Что Я владелец Мастерской Вот эти Чуваки Вот этот мелок Он идет Со мной На сотрудничество Может быть Он Типа Просто пользуется Ситуацией Хер его знает Но скорее всего Так и есть Но в любом Случае В любом Случае Все это Странно А конфликт В РП Всегда Нужен Чтобы Это Можно было Смотреть С интересом Я понимаю Типа Ну РПшить На самом деле Можно Без проблем В любой ситуации Даже просто Туда-сюда Катаясь Но когда Ты стримишь Даже Бабам Специально Там Пытается Как-то всех Раскочегарить На экшен Что-то придумывать Чтобы было интересно Вот В этом плане Ладно Хуй знает Короче Посмотрим На сегодня Все Давайте Спать Господа Всем большое Спасибо За Просмотр Большое Спасибо За подписку Господи Не помню Ник Что-то там Сложное И За переподписку Кунилиусу За 6 месяцев Всем спокойной ночи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо. Вовремя я экран переключу.